Огромное спасибо, Маградор, что дали слово. Спасибо, что дали мне плач. Я рад приветствовать всех участников конференции. Я рад приветствовать всех участников этой конференции. У меня очень мало времени для того, чтобы говорить о методах исследования, поэтому я постараюсь пройтись по источникам, которые я создал, для того, чтобы вы в этих источниках могли найти эти методы исследования. Существует время очень短, я не буду говорить о методах, но я бы хотела говорить о источниках, которые я создала, чтобы люди могли узнать информацию, и ответить к ним, и найти вопросы и ответы, которые они нуждают. Я ученый. Я использую фотоаппарат для научной фотографии. Так же я использовал фотографию для работы в криминологии и криминалистике. Да. И в свое время я читал очень интересную книгу, которая называется «Золотая книга Роллифлекс». Да. И я был удивлен, какое количество ученых использует фотоаппарат, как и я, как бы, в своих научных целях. Да. И профессора Гарвардского университета, и профессора Хальдельбергского, и Сорбонна, и огромное количество ученых дали свои рекомендации, как использовать фотоаппарат в научной фотографии. Я стал изучать этот вопрос более глубоко. И я был участником конференции в Хальдельберге, где было множество ученых-профессоров, которые как бы установили, что в ходе конференции, что фотография, особенно научная фотография, она требует параметров, ну, как бы определенных. И, особенно аналоговая фотография, она имеет бесспорный, ну, как бы аспект доказательств. Я к тому времени достаточно длительный промежуток времени уже использовал фотоаппарат для исследования городов. И, по тому времени, я уже получила большую практику в исследовании различных сетей, по всему миру, и в психологии, и в социологии, и в криминологии, и в криминалистике. И, когда мы вышли на определенный исследовательский уровень, я написал книгу «Тень европейского континента», где я описал методологию использования фотоаппарата для получения научных данных при исследовании городов. И в этом книге я описал в деталях методологию использования камеры для документов и описания различных сетей. Достаточно недавно мы вместе с моим коллегой, профессором Лепским, и член корреспондентом Украинской Академии Наук Алексеем Самсоновым создали монографию научную, фотографию как источник научной информации. Украинской Академии Наук Алексеем Самсоновым создали книгу «Фотография как источник научной информации». Я сейчас покажу. «Фотография как источник научной информации». Это монограф. Окей. Вот. И по сути своей, когда у нас стояла задача использования других методов исследования, технических средств в городах для исследования, мы использовали и другие средства, кроме фотографии. И журналистские методы, и прочие, как бы, системы технические для регистрации, как бы, данных. И это все я изложил в книге, которая, как бы, называется «Компас судьбы». И, по сути своей, эта книга на стыке журналистов, криминальных расследований и научных подходов, то есть как бы это некий гибрид научного подхода и журналистского подхода к исследованию как бы городов. And that book is written at the intersection of journalistic approach and scientific and also it includes some methods of criminalistic investigations. When I have conducted the scientific symposium in Palermo, I have presented the activity of different photography agencies all over the world. Their activity basically in the course of 70 years. То есть основных мировых фотоагентств за 70 лет. Basically I have chosen one of the major photo agencies that exist today and analyzed their professional activity in the course of 70 years. Да, и там было продемонстрировано применение методов нейропсихограммы. And I have demonstrated how the neuropsychogramma methods can be used. And that tool, the neuropsychogramma is the tool of academician Popov. К анализу подобного рода данных, фотографии, это фотографии городов, то есть разное время. So what we did, we analyzed photographs of different cities in different times. Для получения научной информации. Для получения научной информации. Для получения научной информации. Особое внимание я хотел бы, ну как бы, сосредоточить Вашу на деятельность фотографических обществ мировых. And also I would like to draw attention to certain photography communities that do exist today. Да, я являюсь председателем Одесского фотографического общества, одного из старейших в Европе. Currently I am the chair of Odessa Photographic Society, which is one of the oldest societies in the Europe. В этом году наше общество празднует 129 лет. And this year we celebrate 129th birthday of this community. Да, у нас есть дружественное общество в Италии и Германии. And also it has like brother communities or friendly communities that are in Germany and Italy. И многие из этих фотографов работают в городах. And most of the members who are photographers work in the cities. Да, и вот архивы этих фотографических обществ, они не имеют цены для ученого как источник информации научной. И, безусловно, сегодня фотоаппарат является основным научным инструментом исследовательским, когда мы говорим, что мы исследуем города. And certainly when it comes to the research and investigation of cities, camera stays as one of the main and primary tools. И я уже использую более 30 лет. Personally, I've been using this tool, the camera, for more than 30 years. И у меня только, если посмотреть на моем телефоне, более 52 тысяч фотографий, сделанных в разных точках света, в разных городах, при разного рода научных исследованиях. И надо отметить, что действительно сегодня существуют огромные проблемы с методологией научной при использовании технических средств и фотографии. И этому почему-то уделялось в науке, в академической очень мало как бы внимания на протяжении последних 50-70 лет, хотя фотография развивалась достаточно бурно. Поэтому сейчас приходится проводить дополнительные научные исследования с целью построения новых методик решения этих задач в городах. И это надо отметить, что когда это касается технических методических средств, даже если это фотографии, это надо сказать, что на академии ласки методологические методологические методы, даже если фотографии в последние 50-70 лет. И поэтому, что мы делаем в исследовании, мы получаем методологическую 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 методологическую. Благодарю за внимание, спасибо коллеги. Спасибо за внимание. Символизм в городах, наверное, это тема, на которую я мог бы говорить 10-15 часов без остановки. То есть это тема, которая более 30 лет занимает. И символы это не просто какие-то символы, это язык. То есть, кто знает этот язык и умеет читать этот язык, тот может понять, что вам хотели донести. То есть, по сути своей, сегодня, когда мы видим города, их архитектуру, мы видим исключительно психологическую составляющую архитектуры и она бессимволична, нет символов. Да, а если и есть какие-то символы городов, то они все равно носят психологический характер и не носят символического характера. И мы могли бы сказать, что вот этот бессимволизм сегодняшних городов, современных. Говорит о том, что современная наука, она потеряла практически это знание. Но еще совсем недавно, относительно недавно, в 16-й, 17-й, 18-й век, 19-й веках. Архитектура и городов была совершенно иная. То есть, архитектура, которая содержит символизм, она создана 200, 300, 400 лет назад. И именно символизм городов делает город учебной аудиторией. То есть, по сути, если вспомните то, что я говорил вчера о построении методологии от символической до антропологической уровня города, то есть сверху вниз. То есть, если вы понимаете символическое уровень, то очень легко изучать все остальные уровни вниз, они понятны. Да, и, конечно, сокровищницей символизма является Западная Элопа, ну, европейский континент. То есть, это Германия, Австрия, Италия, Испания и так далее. Острия, Италия, Спания и других стран. Франция. Франция. Ну, все, что связано с европейским континентом. Да. И когда мы с вами говорим о символизме как бы в городе. И когда мы с вами говорим о символизме как бы в городе. По сути своей причина этого символизма, это необходимость передавать дальше знания, данные во времени. И причиной, что это будет существовать в городе, и это будет существовать в городе, то есть, чтобы перейти определенное знание через время. Именно тем людям, которые понимают, что здесь написано. И если вы будете изучать Западную Европу, как бы вы поймете, что по сути весь остальной мир дальше просто копирует этот символизм во все стороны. И это понятно, потому что границы испанской империи как бы передали этот символизм в разные точки, в Америку и в Африку и так далее. И это не что-то, что нас удивляет, потому что исторически мы знаем, что испанская цивилизация, по которой их сборки, это было огромное влияние на другие части мира, особенно, это может быть, что все Америки и другие части мира, они чувствовали эту влиянию на испанскую цивилизацию. Но там, как бы, вот если вы поедете куда-то в Латинскую Америку, там научиться этому невозможно. То есть, учиться этому нужно в Западной Европе, там где концентрация этого всего. И, по сути, после работы в Западной Европе, в Германии, в Италии, на юге Италии в особенности, на севере в Венеции, вам, когда вы едете куда-то в другое место, очень легко дальше, как бы, работать с той символикой, которая там существует. Где бы это ни было, Африка, Латинская Америка не имеет значения. И поэтому, когда у нас в экспедиционном корпусе появляются новые молодые ученые, в экспедиционном корпусе, мы, как бы, стараемся, чтобы они начинали с Европы и потом только куда-то в другое место, как бы, ехали. Иначе этого не понять. Иначе, там нет никакого способа понимать, что можно понять. Да, и когда меня спрашивают обычно, почему раньше это все было изложено в храмах, в зданиях и так далее, и тому подобное, а потом все это переместилось в книги. То есть, вся причина во власти в степени влияния. То есть, если вам нужно влияние в определенном городе, вам не нужны книги. То есть, здания долговечнее книг, здания не горят, здания могут передавать эти данные множеству поколений вперед. Ну, а если вам нужно, извините, куда-то ехать, в Латинскую Америку, там этого всего нет, и вам нужно передавать эти знания туда, то вам, извините, ехать туда и строить там для кого-то здания, как бы, очень проблематично. Вам легче книгу написать и передать ее, правильно? Но, если вы обратите внимание, то все города в Европе, там, где есть старинная часть, они делятся на две части, на старый город и на новый город. Да, и я стараюсь фотографировать старый город, я не стараюсь фотографировать новый город первым. То есть, сначала я фотографирую старый город, а потом фотографирую уже новый город. То есть, потому что из старого города мы получим символическую информацию. Потому что, если мы говорим о новом городе, то мы получим символическую информацию из этого города. А из нового города нет. И мы не получим эти данные из нового. Но у вас будет возможность сравнить одно с другим. Я, когда готовил доклад на конференцию. Да, я думал, что он у меня займет 10 минут. Получилось полтора часа. Получилось полтора часа. Получилось полтора часа. Да, потому что за 10 минут это объяснить невозможно. Потому что это невозможно объяснить и объяснить эти вещи в 7 минут. Да, ну я не могу, в крайнем случае, за 10 минут это объяснить. Может, какой-то есть гений, который может. Я не знаю, как в 30 лет работы выложить в 10 минут. Это просто так трудно компрессировать 30 лет работы в несколько минут. Но мы над этим работаем. Так вот, я там приводил в докладе примеры, что в Мюнхене, например, в Германии, в Баварии существует некий фасад зданий, где целый учебник нарисован на мистический, символический, на фасаде здания прямо напротив пивной. So, in my paper, I have given an example with Bavaria Munich, where you have the building, which basically, a textbook, which shows mystical and symbolical part, and it is situated, it is located just in front of the beer, like a bar or a coffee house. Да, и напротив расположен бар, и говорят, что он там расположен уже с незабаменных времен. And so the problem is that bar is there just for ages. Где пиво пьют? People, I mean, drink beer there. Да, и он только название менял. And so they were just changing the titles of the bar only. Да, и вот представьте себе, люди из поколения в поколение сидели, пили пиво, смотрели на этот фасад зданий, а там так сделано, что ты по-другому смотреть не можешь. Ну, просто. Вот только в этот фасад зданий. Он весь расписан, разрисован как учебник. So, simply speaking, could you imagine that people from generation to generation were drinking beer at that place, and there's no way you can sit in that place but to look at that building, which has all these depictions on it. So, it was just constructed in that way, that you have to look at that building and learn. And there are many, many examples as such. So, in a nutshell, this is how a city as a classroom would look like. Когда город тебя одновременно и обучает. That means that a city simultaneously teaches you. И тренирует. And trains you as a person. На всех уровнях одновременно. On all levels of a human being. То есть, если ты это понимаешь. Anyone understands that. То, по сути своей, у тебя, ты можешь сделать это управляемо. By understanding, a person can do things in a manageable way. Not in unconscious way, but he would understand what is happening to him and what he is doing. Я очень длительный промежуток времени занимаюсь фифтованием. I've been doing fencing for a long, long time. И я это говорю для того, чтобы вам привести пример. And so, I would like to share a short thing just to give an example, illustrative example. Да. И вот, когда говорят, что фифтованию можно учиться где угодно. So, people say that you can learn fencing anywhere. Поверьте, я давно занимаюсь фифтованием. And since I'm doing this for many, many years, I should tell. Долго. И одно дело в Испании заниматься фифтованием на Канарских островах. And I should tell that training, fencing, like real fencing, that they sport one on Canary Islands in Spain is one thing. А другое дело в Одессе дома. And doing the same thing at home in Odessa is completely another thing. Кто этого не пробовал, And people that did not experience this, он, ну, разницы не поймет. They will never understand the difference. То есть это два разных фифтования совершенно. These are two different, totally two different fencing systems. То есть мы когда работали на Канарских островах, мы фифтованием занимались по 12 часов в сутки. So when we were on Canary Islands, for instance, we were doing fencing for 12 hours in a day. А остальное время, там 8 или 10 часов, спали по 2 часа в день. And other time, like we were doing something else. So we would just sleep 2 hours in 24 hours. And the Canary Islands is like a motherland for many old fencing treatises that are preserved to this day. And for some reason, this magnificent maestro did choose Canary Islands to write their books. So, before, I mean, when you come to that place, you immediately understand why did they choose that place and not something else. So, this was just an illustrative example. And in conclusion, I would say that it's really, really complicated to explain things in 7-10 minutes. And in conclusion, I would say that it's really, really complicated to explain things in 7-10 minutes. The symbolic part of the city makes the city as a classroom. Thank you very much for your attention.